Современное общество стало настолько зависимым от медиа-сетей, что начало забывать свою историю. Одна из проблем Республики Казахстан – недостаточности пропаганды исторического наследия. Сегодня историю нужно популяризовать, делая это в легкой непринужденной манере. Каждый человек должен знать о культуре, о выдающихся личностях и памятных событиях, связанных с его народом. Мы причисляем себя к тем, кто уважает и чтит свою историю и культуру. 42% населения знают о победе в Великой Отечественной войне, получении независимости и закрытии Семипалатинского полигона. 35% знают о декабрьских событиях 1986 года. Большая часть населения Республики Казахстан недостаточно осведомлена о прошлом своей родины. Историю в учебных заведениях преподают только по учебникам в виде лекций с неинтересной подачей. Соответственно, ученики недостаточно замотивированы к изучению данного предмета. Мы решили начать с малого, разрабатывая игру на основе настольной игры «Монополия». Проект New Story Patch – интересное и интерактивное изучение родного края и республики в целом. Первый этап проекта – создание игры, повествующей нам о важных датах, местах, событиях родного края. Мы родом из Павлодара, и игровое поле обрело очертания самой области. Мы считаем, что данный формат будет интересен разным возрастным группам. На карте расположены места, которые можно приобрести, читая интересные факты о них. Это дата основания и заложения определенных значимых объектов, географические названия, истории их происхождения. Игра насчитывает 16 станций, и на каждой станции имеются локации, раскрывающие историю этой местности. Мы поместили в игру карточки «Было-стало», чтобы игроки не только читали, но и зрительно воспринимали, как менялся Павлодар. Дополнительно карточкам установили QR-код. Сканируя его, можно узнать дополнительную информацию о любой местности. Материал, из которого состоит карта New Story Page, выполнена из эко-бумаги. Ее плюсы – все изделия из эко-бумаги имеют невысокую стоимость. В процессе быстрого разложения он образует в плодородном слое почвы минеральные удобрения, благотворно влияющие на рост и развитие растений. На данный момент успешно открыт Instagram-магазин, а также мы планируем создать около 20 прототипов, тем самым выйти на рынок Павлодарской области, создав дополнительные прототипы игр о разных регионах страны. Мы провели опрос среди учащихся школ. Число опрошенных достигает 1006 человек. В ходе опроса было выявлено, что 70% опрошенных учеников не удовлетворены учебной программой, 15% относятся к ней нейтрально, а оставшиеся 15% остались довольны. Также опросили учеников о том, будет ли интересен наш формат изучения истории в виде игры. 95% опрошенных остались неравнодушны к такому предложению. Наши косвенные конкуренты привычные нам монополии, которые продают на сайтах. Средняя цена таких монополий – 12 тысяч тенге. 29 февраля мы представили свой проект на стартап-викенде, где наш проект прошел на акселерацию. Мы предложили свой проект в качестве альтернативы стандартному обучению преподавательницы истории Зават Раушан. Она предложила своим ученикам дополнительно изучать историю с помощью нашей игры во время своих уроков. В течение недели она отметила повышение активности детей на уроке и возросшую динамику выполняемости обратной связи на отлично. Что касается нашей команды, мы считаем, что нет более значительной науки, чем история. У нас есть прошлое, у нас есть корни. Мы получаем богатую культуру наследства от предков, а с помощью New Story Page мы можем узнать, как все это создавалось. Мы бьемся вперед! Энактус омлет!